Сегодняшняя тема. Об этом сообщила заведующая отделением медицинской статистики Центра по профилактике и борьбе со спидом и инфекционными заболеваниями, врач-эпидемиолог Ольга Пантелеева. По ее словам, последние три года в Петербурге отмечается снижение уровня заболеваемости ВИЧ, по итогам 2012 года мы находимся на 21 месте среди субъектов РФ по случаям впервые выявленной ВИЧ-инфекции, на шестом месте по количеству таких пациентов, проживающих на территории субъекта. В среднем в городе ежегодно от спида умирают около 1000 человек, примерно треть из них – от туберкулеза. Северная столица входит в пятерку регионов по числу ВИЧ-инфицированных, страдающих туберкулезом, подчеркнула она и отметила, что ВИЧ-положительные пациенты заражаются чахоткой в 25-30 раз чаще тех, кто не подвержен опасному недугу. Вирус иммунодефицита влияет и на формы заболевания. Так, зачастую туберкулез поражает не только легкие, но и другие органы и системы организма. Чтобы помочь людям, страдающим от двух тяжелых болезней, в Петербурге, Калининграде, Набережных Челнах и Екатеринбурге создан проект «Улучшение доступа к лечению туберкулеза для пациентов с коинфекцией ВИЧ-ТБ в РФ». Его появление, по словам координатора проекта Натальи Сидоренко, было обусловлено тем, что в России до сих пор нет единого подхода в назначении профилактических препаратов ВИЧ положительным пациентам. А ведь прием необходимых лекарств может предотвратить заболевание туберкулезом. Общественники также обеспокоены тем, что изменилась схема поставки лекарств, если раньше препараты по лечению туберкулеза в регионы доставлялись централизованные, то недавно произошла децентрализация закупок, каждый субъект федерации будет теперь закупать их самостоятельно. Пока не ясно, как это скажется на обеспечении пациентов необходимыми медикаментами. Как в Петербурге лечат людей, живущих с ВИЧ, читайте здесь по-прежнему не решен вопрос с наркоманами. Многие ВИЧ-положительные пациенты употребляют или употребляли наркотики. Однако наркологическая помощь в период лечения туберкулеза зачастую не оказывается, даже если в штате туберкулезных стационаров есть ставка врача-нарколога, мало кто соглашается идти работать в такие учреждения. В результате многие пациенты срываются и прекращают лечение досрочно. Это приводит к летальному исходу, сообщила Сидоренко. По словам эксперта, только в Екатеринбурге в прошлом году от туберкулеза умирали по два ВИЧ-инфицированных пациентов в день. Практически 100% из них – люди, которые употребляли наркотики и покинули стационар, так и не долечившись. Еще одна проблема, с которой сталкиваются пациенты, это недостаток психологической помощи, в 2001 году мне поставили диагноз ВИЧ. А в 2010 – туберкулез. Я почти два года лежала в больнице. Лечение трудное, долгое, многие процедуры не из приятных, часто проявлялись побочные эффекты от употребления медикаментов. При этом психологической поддержки не было вообще. Думаю, мне бы очень помогли психологическая служба и опыт пациентов, которые уже прошли лечение, поняли, что с этим можно жить, рассказала представитель сообщества пациентов, живущих с сочетанной патологией ВИЧ, ТБ Наталья Егорова. Пациент призналась, что из-за своего недуга подвергается дискриминации в обществе. Я до сих пор не могу рассказать людям о том, что у меня туберкулез и ВИЧ, сказала она. Знакомые, которым я об этом говорила, начинали от меня шарахаться. Я не виню этих людей, думаю, это больше от незнания, что такое туберкулез. Ведь даже если у человека открытая форма, достаточно соблюдать меры предосторожности, и все будет в порядке. Антонида Пашинина. Будь здоров и подписывайся.